Привет, поговорим про пиратские метрики. В целом, эта концепция напоминает маркетинговую воронку, только для работы над продуктом. Ее суть в поиске ответов на вопросы, какие шаги есть в твоей воронке продаж, как тебе измерить эффективность этих шагов, как увеличить тот или иной показатель. Фреймворк пиратских метрик состоит из пяти измерений, ну или, проще говоря, этапов. Первый. Acquisition. Привлечение. Из каких каналов приходят пользователи? Задавайся вопросами, ну вот такими. Как пользователи вообще узнают о продукте? В общем-то, это вопросы, которые должны волновать команду в целом. Это начало всей воронки. И все зависит от того, каких пользователей мы как команда привлекаем. Это, скажем так, отправная точка для понимания, какой из маркетинговых каналов работает лучше. Простейший пример метрик тут, конечно же, число загрузок мобильного приложения, если мы его делаем. Или какой показатель кликабельности у баннеров те же. Или по-другому этот показатель назвать CTR метрика. В ютубе, кстати, тоже есть. Подумай с командой, какие тактики использовать, а их на самом деле много. Реклама в соцсетях или у блогеров. Имейлеры, ссылки, вебинары, блоги, сео и так далее. Как это касается тебя, как дизайнера? Ну, аналогичный вопрос. Это просто. Делай, допустим, разные баннеры, чтобы протестировать разные идеи и посылы. А чтобы, допустим, повысить число загрузок, возможно, тебе понадобится нарисовать новые скриншоты для страницы. Приложение в App Store или Google Play или заменить иконку приложения, чтобы привлечь внимание людей. Следующий этап. Activision. Активация. Какое ключевое действие должен сделать пользователь, чтобы стать клиентом? Зарегистрироваться, подписаться, заказать обратный звонок, поделиться с чем-то в соцсети, оформить подписку на пробную версию продукта, сделать заказ. В общем, тут могут быть метрики количества этого всего, подписок или регистрации и так далее. Я напомню, что в каждом конкретном случае и бизнесе предприниматель сам выбирает, где начинается и заканчивается этапы вот такой сделки, можно сказать. От тебя, как дизайнера, потребуется, например, сделать несколько лендингов с разным подходом к аудитории или вообще для разной аудитории. Зависит от продукта, опять же. Или если брать, вот, пример, регистрация, то ты можешь предложить регистрацию не только по почте и паролю, но и через аккаунты в соцсетях. Потому что, к примеру, авторизируясь через соцсети, мы логично упростим получение данных к нам от пользователя. И ему не придется париться о заполнении имени, фамилии, аватарки и прочих данных в аккаунте. К тому же это дает плюс к эффекту персонализации. И пользователь быстрее активируется. Но не стоит думать, что делать так будут все. Ну, потому что, например, сайты знакомств, и некоторые люди не захотят там делиться личной информацией по понятным причинам из соцсети. А поэтому регистрация через почту до сих пор актуальный метод. Поэтому, когда ты, просто как дизайнер, сосредоточился на этапе активации, то учитывай просто, как прошел вот этот самый первый опыт работы с продуктом. А для этого можно просто с юзерами первыми поговорить, проведя интервью. Или сделать юзабилити-тесты, чтобы узнать, есть ли проблемы вообще в процессе активации на этом шаге. Тут можно просто сразу узнать, используют ли они продукт, выполнили ли они бизнес-цели, какая конверсия. Следом идет этап retention, удержание. В общем, задавайся опять вопросами, что заставит пользователя вернуться завтра, через неделю, через месяц. И вообще, ну, использует ли я хоть кто-то продукт повторно. Не все же, кто оформил, допустим, правный период на 3 месяца в Spotify, вернутся, а удержать таких пользователей цель команды Spotify. Может, они просто посетили сайт, зарегистрировались и затем ушли навсегда. И тут, как пример, может помочь метрика такая, МАО, ежемесячное количество активных пользователей. Но, надо опять-таки понимать, что в зависимости от бизнеса, типа продукта, удержание может быть разным. Например, для почтового сервиса это может быть 30 минут в день. Ну, мы часто проверять можем почту. А для сервиса бухгалтерии достаточно одного раза сдать бухгалтерию в месяц. И все. Для этого можно пользоваться разными методами, чтобы стимулировать юзеров. Типа имейл-рассылки, напоминания в приложениях, полезной сводкой за неделю или так называемый дайджест за месяц и так далее. О том, как человек пользовался сервисом, например, далеко не надо ходить. Тинькофф Банк говорит, что ты, ну, какие деньги тратил на что, по категориям и прочее, в общем-то. И на этом этапе важно осознавать, ну, что пользователь уже отдал свои данные нам. Поэтому ты можешь, ну, это использовать, чтобы отразить в дизайне персонализированную информацию. Опять же, пример из другой оперы. В той же имейл-рассылке сказать пользователю, что он крутой и совершает меньше всех грамматических ошибок. Таким образом, мы стимулируем, ну, продолжать обучение, продолжать пользоваться нашим сервисом, если речь идет о какой-нибудь образовательной площадке или, ну, скажем так, расширении в браузере для типа граммарли. Следующий этап – ревеню, доход. За что пользователь вообще платит деньги? Ну, как продукт монетизируется? Подписка на каждый месяц или у вас есть еще годовая или единоразовая покупка? А может, вы разделили, ну, функциональность и предлагаете покупки внутри приложения? Как это делает большинство мобильных игр? А также некоторые, ну, некоторые приложения, в принципе. Примеры, метрик, ну, очень простые. Тут может выступать просто конверсия, коэффициент конверсии и оптимизация customer acquisition cost, то есть снижение затрат на привлечение клиентов. Просто думайте с командой, как можно стимулировать и увеличить прибыль, а ты это нарисуешь. Например, блок с предложением по скидкам, спецпредложением, новым тарифом, гарантиям, техподдержке. Например, иностранная образовательная площадка есть такая, Udemy, предлагает постоянно скидки на курсы авторов. Можно добавить ценность еще к тому же к этому и сказать, например, что теперь курсы английского языка не просто курсы английского языка, ну, в какой-то условной школе английского языка, но появились еще курсы для детей, для предпринимателей, для IT-специалистов. И таким образом просто поднять цену. А затраты останутся теми же. В общем, чистая прибыль – это ключевая метрика. Это означает то, что дойдя до этой стадии, компания уже внедрила этапы привлечения, активации и удержания. Но без дохода, ну, бесполезны все предыдущие этапы, это логично, поэтому ранее и было видео про юнит-экономику, воронку и совсем базовые метрики. Тут этап, где от тебя, ну, ничего не зависит, как от дизайнера, увы. Реферал. Следующий этап. Рекомендации. О чем твой клиент захочет рассказать положительного своим друзьям? Вообще рекомендуют ли пользователи продукт? Обсуждают, возможно, они или нет продукт в социальных сетях? Пример метрики – это просто число людей, которое зарегистрировалось через твою реферальную программу. То есть реферала. Ну и плюс, конечно же, конверсия в подписку или покупку в зависимости от бизнеса. После приглашения по реферальной программе от какого-то клиента уже текущего. Собственно, эту программу надо спроектировать и придумать совместно с командой. Пару примеров далеко ходить не надо. Например, Dropbox. Добавляли объем облачного хранилища после того, как человек пригласил своего друга по реферальной программе. На это, кстати, стоит обратить внимание, потому что 4000% – это цифра, из-за которой рост Dropbox взорвал все. Или, ну, Тинькофф Банк предлагает вознаграждение за друга, который оформил какую-то там карту по твоей ссылке. Я пользуюсь еще iGoods. Баллы за приглашенного друга тоже начисляются. Помимо этого, еще ты можешь расставить кнопки, ну, банально поделиться в соцсетях и отслеживать эту информацию. Ну, информацию, хотя это больше актуально для блога компаний, либо каких-то интернет-магазинов, но, согласись, такая мелочь уже дает узнаваемость. Если люди банально делятся в соцсетях и, так сказать, рекомендуют по умолчанию контент твоей компании. Как видишь, по этому фреймворку на самом деле работать могут многие, вообще все, поскольку он показывает весь путь клиента, основные этапы, показывает узкие места воронки, а также дает возможность просто проверить каждый этап в отдельности и скорректировать путь клиента. В общем-то, использовать его еще можно тогда, когда в целом даже любому бизнесу и крупному тоже нужно масштабироваться. А еще можно использовать, конечно же, в стартапах, на стадии только вот первых каких-то продаж, когда надо только спроектировать тот самый путь пользователя. Ну, мы говорили об этом в UserFlow. А еще применяется активно в компаниях типа SaaS. Это термин, который расшифровывается очень просто. Service as a Software. Или программное обеспечение как услуга. Простой пример SaaS-компаний. Ты платишь за подписку. Ну, логично, получаешь доступ к сервису или какой-то программе, которая полностью обслуживается какой-то продуктовой командой. И, собственно, где ты, надеюсь, будешь работать дизайнером. За примерами на самом деле далеко ходить вообще не надо. Так как сюда входит Slack, чат, Office 365, Zoom для видеосвязи, тот же самый файлообменник Dropbox. Для дизайна этой Adobe программы, собственно, подписка Creative Cloud. Apple Music, Яндекс Музыка, Spotify и другие. Собственно, таков фреймворк. А твои действия очень просты. Ты, во-первых, думаешь и выбираешь. Какой ты этап? Один, сам или с командой. Acquisition, Activation, Retention, Revenue или Referral. И думаешь, а метрики какой-то. То есть, какую надо взять? Собственно, метрика зависит просто от стадии твоего продукта, компании или функциональности. Это определяешь, ну, как я уже говорил в прошлом видео, не ты. Но работать будешь ты. Затем тебе нужно собрать данные, количественные, то есть поведение юзеров из аналитики. И качественные. Ну, или качественные. Отзывы на сайте, в службе поддержки, с магазинов, приложений, Google Play, App Store и т.д. Чтобы получить просто и понять текущую ситуацию, что не так. А после этого ты найдешь проблему и выдашь гипотезы. Затем тебе надо как-то эту проблему, ну, провалидировать. Как? С помощью интервью. Или юзабилити-тестов, например. А если ты работаешь на чем-то совсем новым, то просто делай прототипы. Если вообще, ну, как я понимаю, ты только учишься, то наверняка тебя что-то не устраивает в сервисе, который ты используешь. Неважно, Steam, Discord, что угодно. Все это даст тебе представление о том, действительно ли это проблема. А, возможно, покажет, ну, новые проблемы и расскажет, почему возникает проблема. Короче, у тебя будет какая-то проблема, которую надо решить. Чтобы решить проблему, надо привлечь стейкхолдеров, команду и обсудить ее. Затем превратить все, вот эти вот все разговоры в идеи, решения или даже прототип. После этого надо провести, разумеется, какой-то эксперимент. Запустив реальный тест вот этого решения, главное, чтобы, ну, была какая-то рабочая гипотеза для каждого эксперимента, который вы будете запускать. Например, добавление, ну, вы предполагаете, или ты предполагаешь, добавление видео на главную страницу с демонстрацией работы нашего продукта будет лучше показывать его ценность, что приведет к большему, ну, то есть к росту числа подписок. Видосики потому, что проще воспринимать, чем текст, очевидно же. Ну, или какие-то тексты, картинки. После этого тебе нужно запустить эти самые эксперименты. Ну, с командой уже. Когда, ну, ты подготовишься к тестам. Это может быть лендинг какой-то, прототип, разработка самой фичи, кстати. Может быть, АБ-тестирование, когда вы два варианта тестите. То есть тестирование вариантов какого-то блока на странице или целой странице и т.д. Далее всего этого, ну, для всего этого потребуешься, ну, ты, дизайнер, работай с командой, чтобы найти самый просто дешевый способ ставить вот такое количество экспериментов. Короче, после установки метрик для каждого шага ты просто будешь всегда докручивать дизайн постоянно для достижения поставленных каких-то целей бизнесом на каждом этапе вот этого фреймворка R. Опять, к примеру, ты с командой сидите и видите в аналитике падение какого-то из этапов. Ну, скажем, 80% посетителей сайта регистрируются, но только 10 из них возвращаются в течение 30 дней. То вы знаете, что ваш продукт имеет плохое удержание, ну, или ретеншн. Возможно, главная страница продукта не привлекает нужных пользователей, целевых. Или ваш анбординг, инструкция в начале приложения, неэффективна или она вообще не нужна. Тогда просто спросите своих текущих пользователей, почему они уходят. А ты, дизайнер, предложи лучшее решение. Ну, придумай что-нибудь. В общем, после команда все это реализует и проведет АБ-тест этих вариантов старого и нового. Нужно больше тестов. От себя добавлю, учитывая опыт, ну, корпоративной работы в Сименсе, что вот этот пиратский фреймворк, он не работает часто в интерпрайз-компаниях, в огромных таких машинах. Во всяком случае, тут я могу быть неправ, но приведу свой, ну, пример по шагам. И задайся тоже вопросами такими. Привлечение. Ну, мы как бы внутри корпорации для себя, для своих же сотрудников делаем продукт. У тебя нет выбора сотрудник. Активация. Не используешь наш софт, не делаешь работу, не приносишь нам денег или другую бизнес-ценность, ты уволен. Удержание. Не используешь софт, не делаешь работу, ну, не приносишь денег или другую бизнес-ценность, ты уволен, извини. Доход. Окей. Благодаря нашему софту, ты выполняешь работу, и мы получаем миллиарды евро. Спасибо тебе, сотрудник. Вот зарплата. Ну, ты не уволен. Рекомендации. Ну, как бы лол. Ты работаешь в корпорации. Это все круто. Конечно, это очень жестко, но если подумать, это ведь действительно так, но если... Ну, не все так плохо. Потому что в интерпрайзе, ну, заботятся о людях по-другому. Действительно. Например, тут полезнее метрики типа времени на выполнение какой-то задачи. А еще в целом целый пласт работы по повышению юзабилити, и чтобы пользователь в целом было очень комфортно и работать удобно. Ну, это логично. В общем-то, у меня все. Пока. Продолжение следует...